что это было что это что 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 у него в животе смотрите язык жесть а не то не то нажал подожди всем море приветов друзья и гости конечно же моего канала нептун это и я мы продолжаем сегодня приходить по замечательную фнаф пародию флэтлайн абстракт это некий абстрактный мир где испытывают душу то есть нашего главного героя я пока не понял это та же героиня что было в первой частью оригинальной то есть девушка детектив либо это какой-то новый герой но он видимо при жизни согрешил он погиб и вот теперь в этом мире мы наверное что-то вроде скупаем свои грехи мы играем в эти игры и каждая игра дает нам награду но также часть головоломки нам рассказывает видимо некая марионетка за каждую пройденную игру какие-то разные секреты о нашем прошлом и вот все эти части пазла мозаики рано или поздно соберутся в единое целое и я вспомню кто же я такой и кем я был при жизни вот такой вот сюжет а сюжет между прочим довольно таки неплохой я считаю ну что давайте продолжать очередная игра грузим 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 так я готов я готов всех рвать так четыре четыре создания здесь будут меня преследовать офигеть медведь и кролик они через дверь дверь нужно запирать потом на леса и чикин леса и курятина будут что-то там на 1 кортал кортал ага control нажимать чику нужно шоком бить да короче разберемся на деле погнали на фокси нужно смотреть о пробел это камеры да слушайте это уже более-менее стандартная fnaf пародия в первой серии такого вот знаете типа офис там до камеры такого не было здесь смотреть уже почти реально уже узнаваемая нам система игры геймплей так значит что мы имеем я здесь ко мне ведет коридор правой стороне и значит камера номер 4 до но там был бойчик чика фредди вообще все эти аниматроники были в оригинальной первой части так двойка тут где-то есть фокси на не можно просто смотреть да потому что фокси очень любит а внимание понятно с вами так и чё-то кнопка чё-то кнопка и опять это фиолетовый хрен светящийся которая была видали там кто-то был или это был баг за дверью реально кто-то был так допустим я могу запирать а а все вот наверху есть энергии хрен там долго особо сильно не позапираешь что я еще могу сделать кружка есть конечно это замечательно коробки разработчик что знает о моей слабости зачем он запихнул тут привет зачем запихнул на коробке гребаные коробки зачем мафинчик смотрите мафин мафин короче кусок хлеба мафинчик там наверху видите вот он он за мной наблюдает время два ночи так мне нужно смотреть на фокси это было круто но ничего мы возвращаемся чтобы порвать всех аниматроников клочья так все я понял что нужно здесь сделать помимо двери нужно смотреть нам вот на фокси который здесь он здесь называется бандитом а еще нужно запирать двери здесь и чику прогонять вот она ведь и вот она чика нажимаем control мудряем ее током и она уходит вот такие вот правила у нас сюда очень часто приходят поэтому лучше всего держать камеру на 1b и на 2 здесь мы мониторим чтобы фокси не прибежал здесь чика а здесь двери просто видите по камере то есть она из 1b комнаты переходят на комнату 3 а тройки от этой комнаты видите там есть на карте такой тоннель то есть шахта вентиляции прямо ко мне в офис и она просто напрямую пролазит и убивают поэтому нужно обязательно прогонять как только мы ее заметим заперта так только что ударил током ее и не знаю куда она после этой камеры уходит так мне нравятся мне эти звуки это за звуки чё за удары кто-то ударяет блин не бесит так так все окей я только что прогнал чику с камерой номер 3 потом с 1b то есть она у нее траектория такая 1b потом камера 3 потом уже ко мне вопрос в том откуда она до этой камеры приходит так пираем здесь ее нет здесь нет четверка здесь нет 1 а здесь нет видимо до 1b она откуда и приходит из какой-то комнаты где вообще нет камер скорее всего опа здрасте а чёрт ты как я же себя прогнал я тебя прогонял гребаной чика или как там чекен да это чекен это не чика ну неважно но она вообще не похож на курятину больше похоже на какого-то павлины в общем друзья я понял нормально хорошую тактику разработал значит здесь они почти сразу уходят поэтому можно запирать и открывать дверь моментально дальше камеры всегда держим вот на двойке держим на двойке нет реально тактика работала просто я видимо как начал говорить я из-за своего голоса а говорю я довольно таки громко я не услышал прихода фредди ну бывает это скажет и бывает еще одна попытка и сейчас все будет круто итак продолжаю объяснять тактику сидим на двойке всегда прощелкиваем 3 и 1b с нажатым контролом но камеры содержим на двойке на такие звуки закрываем и открываем сразу же прощелкиваем три вот эти вот камеры такой вот треугольник 23 и 1b когда будет звук шока шокера значит мы удачно ударили чику чика кстати выходит с камеры 1 а я определил там у них сцены а там она сидит изначально и я победил да получилось тактика рабочая пользуйтесь под конец вообще я мог закрыть дверь потому что у меня была дохерена ну дохрена энергии и я бы ничего не потерял но я решил вот так вот позакрывать и показывать значит награды что у нас там появилось что аркадный автомат типа он может поиграть но дать позволить дать позволить боже он типа может дать мне возможность поиграть в какую-то другую игру а как это сделать а аркадный автомат он конечно может дать мне поиграть в какую-то другую игру но лучше тебе найти себя ну намек на то что ты конечно можешь нептун поиграть в этот автомат Но лучше займись прохождением этой игрушки, собери все кусочки пазла и открой сюжет, и узнай, кто ты есть, да? Окей, хорошо. Но я вроде как не могу ничего завести здесь. То есть, возможно, как ты, можно завести секретную игру, но я ничего не вижу. Так, ладно, плевать. Пограли приходить дальше. Новая мини-игра. Новое испытание. Бу-ка-ге! Фух, что меня ждёт? Голова Фредди со знаком вопроса. Па-ра-па-па-па-па. Так. Выход близко, но у меня какая-то проблема на пути, да? Одна проблема. Один из замоков вышел из строя. Мне нужно, видимо, его как-то починить. Деактивировать все локи и разблокировать дверь. Только так я могу сбежать из этого абстрактного мира. У-у-у! Используйте пульт управления, чтобы чё-то там рвать медведя и зайти в комнату. Интересно. А также я могу, видимо, подзаряжать батарею, да? Давайте посмотрим, что это за игрушка на деле. Потому что знакомая комната есть, как будто был, да? Понтерл. Это пульт. Только 25 использований могу перед зарядкой, да, сделать? Окей. Пульт. Это нужно заряжать. Точнее, наоборот, отряжать. То есть мне нужно все, ну, замки разблокировать, чтобы в итоге полностью обесточить дверь, и я смог спастись, правильно? Что? Лемав Тех Инкорпорейтед 2013? Ну, типа, название этой компании, это имя маффинчика здесь. Так, подожди. Так. Посмотрите, какой эффект, прикольный эффект замыливания, да? На заднего плана. Ну, задний план замылен. А теперь отмылен. Теперь замылен. Странно, я вроде ничего не нажимаю, а оно все равно убывает. Это нормально? Так. Как мне обратно убрать? Контрол, окей. Все. Все идет относительно неплохо. Давайте посмотрим, что будет, когда будет ноль. Так, тут все спокойно. Видимо, главная опасность это Чика и Булымбой. Так, тихо. 5, 4, 3, 2, 1. Окей. Хм. Что это было? Что это? Что, 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 что? О, у него в животе, смотрите, язык. Жесть. А, не то, не то нажал. Подожди. То есть просто тик. И типа все. Успокойся ты, чуваку, отлезешь. Жди в своей очереди за хлебом, блин. Я первый пришел. Так, разбираем. Эй. Эй. Тихо, 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 чувак. Не подходить. А что вообще за аниматроник? Я не помню, что был такой вот в первой части. Это какой-то медведь. Посмотрите, у него в животе пасть. А, черт, зубастые. А, я думал, у него еще стадия будет. Он вроде как-то далеко стоял, чтобы на меня нападать. Хм. Ладно, буду знать, что именно с той стадии он и нападает. Теперь я его больше не пущу. Теперь я понял, как здесь тоже играть. Значит. Он постепенно подходит. Нажимаем. Прогоняем. Прикол в том, что разблокировка замков не происходит, если я панель закрываю. Видите, 40. Нет, 38 было, да? Вот. Сейчас подержу 30-ник должен быть, но он все равно был 38. То есть у меня она всегда должна быть открыта. Во-вторых, это нужно же постоянно вот так вот мониторить его, да? Далеко он или недалеко. Ближе или не ближе. Чтобы вовремя его ударить. И это жутко неудобно. Вот этого зарядка, видите, очень долго. Но и здесь есть один прикольный трюк. Нужно внимательно слушать. Первый звук. Это не страшно. Надо слушать второй. Там такие глухие шаги будут. Так. Слушайте, шаги внимательно. О. Вот. Слышали, да? Там были шаги. Вот именно эти шаги оповещают о его переходе в новую стадию. Уже перед тем, как на меня напасть. Поэтому чекаем шаги. Поэтому чекаем шаги. И именно их и ждем. 50%! Народ! Еще чуть-чуть. Давай, осталось 40. Всего 40. Какой ты кропалик. Как он запарил подходить. Я не знаю, сколько у меня зарядов осталось. Ну, наверное, ну, пять. Нет, ну, даже не пять. Может быть, три. Эх. Главное успеть. Да. Да. Бага. Я прошел. И у меня появилась награда в менюшке, да? Да. Что-то как-то давно интермишн не было. То есть, возможно, сейчас будет, да? Да. Сейчас будет сюжет. Так, где-то мой словарик. Сейчас будем переводить. Ты считаешь, что это неправильно? Наказывать кого-то за то, чего он даже не помнит? Я думаю, что они должны медленно уходить в прошлое. Пусть они потихоньку облегчат свою вину. И только потом поймут, что их кто-то прощает. Скоро я буду вынужден найти тебя. Я должен играть вместе с другими. Или я не смогу помочь снова. Они отправят меня в загробную жизнь без предупреждения. Просто продолжай прятаться от меня. Я сделаю вид, что я тебя не вижу. Несмотря ни на что, прячься как можно больше. Выход приведет нас к месту, где мы будем в безопасности от стирания. Никогда не сдавайся и доверяй своим инстинктам. Ну, так и буду делать. Я не сдамся. Мои инстинкты будут меня вести. А марионетка-то, видимо, на моей стороне. То есть, она тоже хочет, видимо, отсюда как-то спастись. И только она может меня простить. И в итоге я спасусь. Тут какая-то розовая хрень появилась. Увы, мы не говорим об этом. А что это такое? Почему эта фигня напоминает фалос большой? Я не знаю, почему еще в первой части. И тут тоже такое, знаете, описание. Мы не говорим об этом. Почему? Может, это просто силуэт кактусика? Какого-нибудь? Или какой-нибудь яйцеголовый аниматроник? Так, ладно, погнали. Продолжаем. Думаю, что еще одну или две игры мы сегодня по-любому вытянем. Я не знаю, сколько всего здесь игр. Ну, ладно, будем просто играть. Так. Выход из абстрактного мира. Совсем рядом, да? Но я должен найти ключ, чтобы сбежать. Так, понятно. Find the key. Найди ключ. Моя текущая задача. Давайте искать ключик. Мне нужно, видимо, бегать здесь и искать ключ. И опять это, блин, фиолетовая штука. И посмотрите, там какие-то, видимо... Так, подожди, кто-то пришел. О, марионетка! Это же она! Это же... Это же она рассказывает мне про сюжет. А чего она за мной бегает? А не пойти бы тебе нахрен, марионетка? Так, подожди. В Д пойдем, в Д. Видите, на мониторах. Это какая-то игра. 5 на час 39 там, по-моему, да? Точно, я помню эту ФНАФ пародию. Вот 5 на час 39, вон. А-а-а! А чего у марионетки зубы появились? Какого хрена у нее зубы? Вот для чего? Это, типа, бесплатная реклама зубной пасты? Типа, смотрите, у меня теперь уже есть зубы, и можно их чистить? Или это мотиватор к тому, чтобы вы каждое утро чистили зубы? Потому что они есть у марионетки, и она за ними следит. Офигенно. А вторая игра хрен его знает откуда. Первая это вот эта вот 5 на час 39. Вторую я не помню. Может быть, в ФНАФ Ворлд? Вон, на полу, видите? Это не ключ. Это не ключ, хотя я почему-то подумал, что, возможно, это ключ. Зато здесь есть накачанный хелпи. Тихо. Бежим! На W! Бежим! Так, ныкаемся, ныкаемся. Все, я за столом. Вот он. Нет? Это не ключ? Так, на D, на D, на D, на D бежим. Где же ключ? Он такой маленький, по-любому хрен увидишь. Черт, она слишком быстро за мной бегает марионетка. Там на столе что-то лежало на W. Вот здесь, вон, видите? Ага, нашел! Вот он! Я выиграл! Да! Я нашел ключ. Я, видимо, смог сбежать. Ключ есть. Дверь я разблокировал. Ну, все. И, видимо, последнее послание, да, для меня? Наконец-то мы здесь. Это конец линии. Нашей линии. Ты пережила все эти ужасы и чудовища из детского разума. Ты знаешь, кто убийца? Тот, кто все это устроил. Если знаешь, тебя бы здесь не было. И в глубине души ты знаешь, почему. Питер напал на тебя. И ты так этому и не научилась. Твое прошлое. Теперь он свободен. И всегда был свободен. Ты убила нас, Джорджия. Все это ты. В конце концов, я простил. Но я был вынужден попытаться убить тебя. Я предупреждал тебя с самого начала. В отличие от них, я не хочу, чтобы ты продолжала страдать. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. И была счастлива в загробной жизни. Теперь они все понимают. Они тоже свободны. А теперь и ты свободна. Время идти домой, Джорджия. И я прошел игру. Вот такой вот сюжет. Если вам есть что добавить, друзья, пишите в комменты. Посмотрим, что будет дальше. Так. Звездочку. Какого хрена не дали звезд... А, экстра открыта. Окей. Но звездочку не дали. Так, а награды? Поглядим. Что? Мид Биг Уилли? Так. Тут мемный песель, да, к нам прибежал? Хороший мемный песель. Так, ладно. Кучу наград я получил. Мемного песеля я тоже получил. Давайте посмотрим, что в менюшке экстра. Так. Персонажи. Как и демон Фредди. Как и демон Бонни. Как и демон Чика. Как и демон Фокси. Как и демон Марионетка. То есть, по сути, это все те же аниматроники, что и были в оригинальной игре. Просто они здесь, ну, якобы из какого-то демонического мира. Из абстрактного мира, где испытывают душу. Поэтому они здесь немножко страшные. У Фредди здесь пасть на брюхе. Бонни, ну, сами видите, да, как у него пасть страшная. У него даже есть... Я так понимаю, что это либо зубы, либо когти на ушах. Охренеть. Ну, чё, это вообще вся в когтях. Особенно вместо перьев, видите, когти торчат. Фокси очень похож на крокодила. Ну, и Марионетка, в которой появились, видите, ребра, торчащие вперед. Жуткие трехпалые руки. И какая-то красная трубка на спине. Не знаю, возможно, через нее какая-нибудь там кровь или плазма, да, по телу бегает. И, конечно же, появились зубы. И описание характеров. Можете их почитать на паузе, перевести. За сценами. То есть, за кулисьей. Я обычно называю это именно так. Разные кадры на момент разработки. Тоже иногда весьма познавательны. Вот это вот что? Что это такое? Что в первой части, что вот в этой части? Эта хрень, блин, есть. Во многих местах. Но почему-то... Все, да, кончилось. Повторение уже пошло. Почему-то нет объяснений этому. Факты. Все эти факты вы также можете перевести на паузе. Если кто-то сможет перевести все факты и описания аниматроников в одном сообщении, я этот коммент закреплю. Так что любой желающий может этим делом заняться, потому что я не очень силен в английском. Но, возможно, это уже... Ну, перевод уже есть. Возможно, вы смотрите видео это намного позже, чем оно вышло. И, возможно, коммент уже закреплен. Поэтому посмотрите. Если вам будет интересно, что здесь написано в фактах, то, собственно, можете это дело... Ну, прочитать. Я сейчас быстренько пролистаю, чтобы вы могли поставить на паузу и перевести. Да, вот это вот последняя, типа, история заканчивается здесь. Больше ничего не будет. Все. Новости. Опять же, новости. Это вот Доктор Кросс, это разработчик. Ну, видимо, он... Благодарит всех за игру. Что, скорее всего, он... Долгое время разрабатывать игры пока... Ну, недолгое время, но пока их разрабатывать не будет. Я читал-то у него на GameJolte на страничке, что вроде как это его последняя игра, либо он взял какой-то долгий перерыв. Но, суть в том, что... Пока от него ничего нового ждать не стоит. Также можете это дело перевести, если вам интересно. Ну, и, конечно, благодарности. Благодарности за то, что мы играли в этот проект. А за то, что мы, возможно, его снимали. Ну, приятно. На самом деле. Вот, кстати, здесь в конце, видите, в последнем... Ну, в предпоследнем абзаце, вот этом большом, он говорит, что он вообще хочет сделать какую-то другую игру. Возможно, ужастик. Он пишет в планах у него снять... Сделать игру по персонажу Хендерсона. Персонаж Хендерсона, скорее всего, имеется в виду сиреноголовый. То есть разработчик, вот, доктор Кросс, будет делать игру про сиреноголового. Возможно. Если я не ошибаюсь, ничего не напутал, то будем ждать. В общем, друзья, возвращаемся в менюшку. И я всем желаю хорошего времяпровождения, друзья. Благодарю всех за просмотры, за лайки, за ваши комменты, за активность. Мне очень приятно приходить игру для вас. Ставьте лайки, не пожалейте. Также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал непременно, если вы еще этого не сделали. И зовите друзей, потому что вместе веселее. Всем желаю добра, позитива и хорошего настроения, друзья. Всем пока-пока.